Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами снова поговорим о SLS шлюзе, а точнее о новой возможности появившейся в его интерфейсе переключения в режим моста. Это, а также добавление опции программного включения режима BSL, существенно облегчает процесс обновления прошивки Zigbee модуля, кроме этого не требует разборки устройства, все можно проводить удаленно. Сразу должен уточнить, что эта возможность будет только у тех версий SLS шлюзов, где распаяны соответствующие контакты контроллера. Я лично проверил на двух, круглых версиях ModCam. Первая на базе чипа CC2538, плата со слотом для microSD card, вторая на базе CC2652P. Процедура совершенно идентичная, включая номера пинов, кроме только файлов прошивок. Все нужные ссылки вы найдете в описании под видео. Этот функционал доступен в прошивках, выпущенных не ранее 20 января 2022 года. На момент выхода этого видео, она еще не вышла в релиз. Необходимо проверить настройки пинов. 18 для Reset и 19 для BSL. Здесь показан шлюз на CC2652P с прошивкой от 8 июля 2021 года. Для контроля тут собрана небольшая сеть ZigBee устройств. Один роутер и три конечных. Все работает нормально. Для версии с модулем CC2652P прошивки нужно брать в репозитории автора ZigBee2MQTT. На дату видео самое новое от 3 января 2022 года. Нам надо та, что other координатор. Для CC2538 идем в репозиторий JIT Home. Нам нужен файл с UART. Последняя версия от 22 декабря 2021 года. Ошить будем замечательной утилитой ZigStarGV Multitool, про которую я рассказывал уже в нескольких своих видео уроках. Возвращаемся к SLS. В меню Setting Service появилась опция ZigBee Bridge. Отмечаем и сохраняем. Нажимаем на ссылку Reboot. Шлюз перешел в режим моста, то есть это теперь что-то вроде ZigBee стика только через Wi-Fi. И поэтому в этом режиме он может взаимодействовать с ZigStarGV Multitool. В приложении указываем адрес SLS, в моем случае 192.168.0.227 и через двоеточие порт 8881. Сохраняем файл содержимое NVRAM, энергонезависимой оперативной памяти. Это нужно для того, чтобы нам не пришлось переподключать наше ZigBee устройство. Теперь в меню ZigBee нужно включить BSL. SLS готов к прошивке. Выбираем файл, в моем случае это прошивка для CC2652P. Отмечаем опции стереть, записать и верифицировать, запускаем процесс. Прошивка займет около 5 минут. Если в этот момент что-то произойдет и прошивка прервется, паниковать не надо. Через меню Action перегружаем SLS, снова включаем BSL и прошиваем заново. Сломать тут ничего не получится. Готово, прошивка успешно записана. Сразу же можно записать обратно содержимое NVRAM. Выбираем ранее сохраненный файл и ждем пока завершится запись. Снова идем в меню Setting Services и снимаем отметку ZigBee Bridge. Нажимаем на ссылку reboot. Загрузился интерфейс шлюза. Проверяем работу устройств. Благодаря сохранению и восстановлению NVRAM, все устройства продолжили нормально работать, переподключать ничего не пришлось. Версия прошивки от 3 января 2022 года. А это мой второй шлюз на CC2538, обновил на версию от 22 декабря 2021 года. Все шаги точно такие же. Включая номера пинов. Хотя на дату выхода этого видео, рассмотренная в уроке прошивка SLS еще не вышла в официальный релиз, это произойдет очень скоро и теперь вы знаете о полезном нововведении, которое в ней появилось. Еще раз хочу уточнить, что данный метод работает на шлюзах, которых физически распаяны соответствующие пины контроллера. К таким частности относятся Круглые модкам платы на CC2538 с microSD картридером и версия на CC2652P. Не забывайте указать их номера в настройках SLS шлюза. Отдельная благодарность автору прошивок для SLS шлюза Григорию, благодаря которому и появился весь этот функционал. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч.